о привет это вам мирошка правильно сейчас показывает и говорит чтобы обязательно пересмотрели предыдущие выпуски чтобы понимать вообще что происходит и так на сегодняшний день что мы имеем первое мы доехали до кемера проехали 3700 километров получилось много выпусков их нужно обязательно все пересмотреть вторую цель и которую мы ставили на этот сезон это привести родителей в турции и у нас это тоже получилось об этом в предыдущем выпуске 3 это конечно же смотреть наблюдать отчасти контролировать как строится наша квартира в кемере естественно самый часто задаваемый вопрос под выпусками и даже в нашем telegram канале это ну покажите а что заморозка или не заморозка как строится и сегодня мы посмотрим квартиру походим и конечно же эту квартиру покажем нашим родителям чтобы они видели и понимали куда теперь они будут приезжать и отдыхать вы прекрасно знаете что нужно сделать лайкосик нажать комментарий писать и приятного просмотра просто невероятно октябрь конец октября мы вот так вот собираемся на улице наш любимый десерт и кюнефы орешки пельмешки ну ладно перемешки это руколка манго аланинский манго тоже показывали вообще он кстати невероятно вкусно действительно не хуже тайского не хуже лангийского не хуже египетского вот прям прям наравне молодцы все выращивают потрясающая клубничка стали кстати брать вот именно вот такую маленькую как будто бы она со своего огорода со своей грядки настенки яички снесла на сегодня у нас план такой мы сейчас заберем родителей поедем на пляж чем ю а покупаемся а потом поедем посмотрим наконец-то посмотрим как строится наша квартира на какое на стадии покажем родителям вот пока вообще все было не до этого хотя вот она рядом прям по-быстрому даете посмотри но чуть другими были делами заняты и вот сегодня обязательно доедем прямо со вчерашнего дня мы до запланировали что надо обязательно туда скататься но первым делом купалка пока не такое ядреное солнце а потом на квартиру обычная история когда вот люди добираются на море вот так вот шаттл много раз в день ходит отеля но принципе вот за вот этим зданием сразу море можно в принципе пешком даже ходить но все ездят у наших родителей вот личный транспорт вход это вообще наш любимый пляж уже говорил караванчики стоят целая деревня сейчас приедет на сосед женька мы будем ходить с ним рубиться в большой теннис вот сюда на бесплатный корт с этой стороны пусто очень мало людей а с этой стороны вот люди лежат лежаки здесь сделали 850 лир на целый день 200 рублей час по моему и два часа начали сегодня вообще просто потрясающий цвет воды стритка прозрачность всем море в экраны когда тебя родители привезли на море туристка купались вообще как следует кстати его родителям понравился тоже очень для что по крайней мере это всех и куда мы их водили конечно мы не водили их на самые туристические места и сейчас центр кемера нафиг надо а вот такие вот наши любимые вот мы прокатились им чем его тоже понравилось больше больше всего здесь действительно очень классные народу мало вот а сейчас поедем наконец-то посмотрим как строится наша квартира на какого на этапе ух многие из вас ждали этого момента ну и мы естественно тоже это ждали ну и конечно помимо пляжного отдыха здесь есть кафешки показывали неоднократно также есть мангальные зоны вот сегодня выходные потихоньку потягивается народ мы как-то здесь тоже всеми соседями отдыхали жарили в общем классно сейчас самая кайфовая пора вообще когда с туристов становится все меньше и меньше вот правда серьезно ребятки самый кайф приезжать если вам нужна квартира снять ужите у нас есть различные апартаменты все поможем сделаем контакты в описании давайте обязательно приезжайте нужна машина в аренду тоже есть контакты это за это файсал отвечает нужен трансфер тоже с третьим причем вообще за минимальную цену на самом деле в общем пишите контакты есть в описании кстати на караване на территории припарковаться прямо на пляже стоит 500 лир в сутки но кто-то вот так вот стоит вот ребята по кайфу да с каким видом возле моря вся инфраструктура все у тебя есть у нас вот многие тоже комментариях спрашивают что за район это кемер район куздерен район спокойный тихий он сейчас активно застраивается и получается ближайший пляж в принципе от этого района этот раз чем его что собственно мне нравится здесь уже продает проложили дорогу вот от эстакады тогда здесь игровика такая была насыпина сейчас вот новенький асфальт преграды сделали вот на пути бурные реки но она как правило до краев вообще никогда не доходит наш этот потрясающий изумительный бит в каньон конечно вау и у нас из квартиры прям вид это не сейчас доедем покажу покажу вот здесь вот где желтая крыша это рынок здесь же школа я думаю надо пацанов сюда отдать она шутка вот тут рынок но сегодня он не работает какой день работает я честно говоря даже не помню смотрелась он последний комплекс реверсайт наша замороженная стройка как многие пишут нам в комментариях идет процесс это последний блок а первый блок так вообще уже весь беленький сейчас мы покажем именно нашу квартиру в нашей квартире как раз идет ремонт вот они что-то делают вот она так вот вот это наша как раз квартира именно в нашей квартире сейчас он коммуникации ложат там этот проделывает электричество и прочее что попозже ну ладно а завтра воскресенье зато рабочих не будет завтра и приедем я все-таки не выдержал немножко подойду посмотри вот как я хотел это у нас вход подъезд на это выход из квартиры и прям все будет скорее всего так залито либо озеленение какое-то будет но вот у нас там будет вот выход в бассейн и вот он достаточно длинный три бассейна в комплексе там и вон самый первый который построили блин красота строчку нас вид здесь кстати очень круто раскупает сушить хочу еще вот что показать и рассказать многие говорят там что в турции стало там дорого какие-то моменты точно да например там рестораны сто процентов уже видели бы вам показывали но например продукты какая-то всякая порошки там и так далее но смотрите что я купил это в мигра с джете ну во первых вот такое вот мороженое дальше порошок взял вот такую-то огромную просто канистру жидкого мыла так айран литр морковки сколько здесь знаю килограмм может больше лук лимон и курицу два килограмма 1880 с вышел на пол 3000 рублей еще три хлеба слушайте например у нас россии цена была бы скорее всего такая же ну ради интереса вот в комментарии давайте пишите традиционно вот примерно вот такую же корзину сколько что будет только пожалуйста не сравнивать какие-то светофоры и так далее но он обычный нормальный магазин там не знаю магнит например либо там перекресток и так пятерка и в химере есть тоже несколько важных дел это купить сим-карту и восстановить пароль приложения зератбанка надо сделать учитывая что все равно мы в турции казахстанскую карту будем использовать в тех случаях вот прям в редких когда например деньги где-то подвисли пока гонится зал через золотую корону на изерат то там все это мгновенно через спб ну и купить сим-карту сим-карта нужно обязательно мы думали е-симкой будем пользоваться но сейчас у настенки будет е-симка обычная физическая сим-карта нужно обязательно для того чтобы легализоваться для получения внж поэтому пока настенка готовит обед после моря я быстро собрался еду в центр кемера для того чтобы как раз сделать эти вопросы я прям теперь как белый человек все здесь восстановил себе зерат красота сим карточку купил ну а детям уже и настенки сим-карты будем покупать чуть попозже детям все равно не нужны вот поэтому чуть позже сим-карта кстати туристическая здесь в кемере стоит 1300 лир в туркцеле сейчас еду такое думаю вот мы к темке покупали сим-карту за 150 рублей здесь купить сим-карту вот цены начинаются 1200 до 1500 1600 кто-то загибает в аэропорту так вообще по моему 1900 и это не безлимитный интернет от всего лишь 20 гигабайт офигеть он представляете да ужас то что у нас очень очень доступно сверх доступно в турции конечно трындец и самое что интересного час сим-карта вставилась и по моим после первого вызова совершенного начинается отсчет на три месяца и через три месяца слот сим-карты блочится и нужно будет разблокировать телефон а стоит это на минуточку 32 тысячи лир лир блин задрали ценник они конечно конкретно но это сделать для того что если ты сюда приезжаешь получаешь внж как-то легализовываешься то видимо будь добр если хочешь оставить свой телефон то пожалуйста по цене нового либо просто купи новый телефон но с одной стороны наверное правильно с другой стороны в голове не укладываются вообще такие цены и латчер ладно бы если у них здесь цены были бы адекватные на технику так у них на цен это ого-го ну посмотрим как будет в принципе телефон тоже можно вывести ну дешевле на самом деле телефон вывести на тот же я не знаю там кипр либо в египет поставить египетскую симку и потом прилететь обратно эти снова три месяца это гораздо дешевле но как будет у нас я к сожалению пока не знаю ну что же дубль 2 привезли родителей парни очень аккуратно смотрите под ноги потому что здесь стройка гвозди могут быть покажу значит вам родителям нашей мне на апартаменты что здесь есть давайте спускайтесь это первый бассейн здесь будет отлита получается полностью так вот ровно здесь ступеньки здесь скорее всего к это душевая будет но перед бассейном помыться и вот бассейн таких три с той стороны и вон там еще строится здесь получается сразу видишь вот эти арматурины это забор будет вот ну конечно это же сейчас стройка тут вот вообще не понятно чё и как пока пока не очень-то и красиво да это вход в подъезд вот у нас вот тут тоже наши зрители купили квартиру здесь так как это апарт-отель это лифты снизу будут коммерческие помещения забирает нет никуда не ходим без меня это строит новому добро пожаловать нашу турецкую квартиру заходите открывайте двери пожалуйста разуйтесь очень прошу ну разуйтесь полы только помыли да здесь туалет с ванной здесь ваша комната справа парни вот да ведь здесь провели уже да это электрику вот прокладывать канализацию провели уже так понимаю мебель поставили видишь обещали мебелирована вот пожалуйста здесь видишь смотрите иди сюда расскажу в комнате нам пообещали чтобы здесь вот значит сделают еще дополнительные вот до окончания вот этого балкона здесь у нас застеглится тем самым вот эту комнату продлеваем вот и вот так еще терраса у нас такая как бы своя будет вот и выход стой да и вот нас видишь прям в каньон это на самая вот самая квартира самым крутым видом здесь у нас вид на кухне на тохталы вот она вершина прям он виднеется тохталы ну сам большая просторно здесь все панорамное остекление все будет кого на это не то там видишь еду даже уже положили ты здесь тоже вот получается будет то терраса и прям свой выход в басик у нас будет лишь как здорово сюда сможете переезжать и гостить с каком надо гостите вот гостите как тебе нормально не надо бабушки дедушка бронировать на палатку поставить но здесь так понял вот тут вот будет душевая кабина слева унитаз раковина но унитаз ну да вот здесь вот душевая здесь наверное вот стиралка что-то где-то как раз под этот каркас да то унитаз да вот его вывели да 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 и вон у нас вид на сироид небольшой кусочек с туалета можно будет сидеть и смотреть но потолки высокие да 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 ну блин классно это вот пацаны стал без меня никуда нет это все вот это вода да это электричество ну вот они же вы видели уже видишь сливы это здесь раковина будет вот классов как я всегда вот люблю посуду стоишь и не делаешь что вот а и вот это еще бассейн собственно вот он но это гостиная да не слушай я бы вообще бы нафиг все снес и сделал бы одну большую просто вот такое пространство потому что я но у нас дети поэтому мы хотим детям комната чтобы у них была своя это второй этаж квартиры они двухэтажные квартиры вот эти вот сверху вот смотрите с балкона какой вид вот в этой квартире посмотри то есть вот это вот конкретно вот эти две квартиры это вот прям самые лучшие виды прям потрясающе но опять-таки здесь тоже виды ну короче здесь в принципе везде виды нет однозначно только 1 до 100 процентов я и хотел 1 и вот просто понимаешь мы брали квартиру здесь только в том вот комплексе парочку было продано вот мы урвали самый вот кайф вид я могу тебе показать виду в другом в других квартирах такого вида больше никого нету я вообще хотел изначально вот самую первую главу и взять а потом мы туда встали а там вообще нет вида и нам тогда повезло что эту квартиру купили сюда еще приеду с димой возможно там через выпуск у меня есть вопросы ему позадавать в плане вот забора как он будет короче там потом уже в следующем выпуске я позадаю он по отвечаю наподобие вот таких вот будут потом да как бы когда в идеале ну не совсем вот как на проленде втором куда мы заезжали с тобой вот они будут чуть другие в общем вот наша замороженная стройка ребятки многие писали что вы не строится там и так далее и то подобное вот пожалуйста я потом еще у димы уточню сколько здесь уже квартир продано здесь уже точно знаю что много что призаединяйтесь к нам становитесь соседями слава богу добрались и есть возможность теперь показывать все поэтапно как все это будет делаться ну и конечно же традиционная обязательно нужно доехать до каньона в куздре вот весь вид вот куда идет в этот каньон там невероятно красиво поэтому конечно родителей туда сейчас везем выходите выходите это потрясающая смотровая площадка на реку смотрите какие красоты совершенно невероятно ведь как здесь красиво вот такой каньон дай ну и конечно следующая традиционная вообще . это мост здесь сделали прикольный проход здесь заполнили бассейны перекрыли камушками видите здесь можно принципе купаться классно мне больше нравится вот этот вид пойдем эти покажу идем пошлите самый крутой вид когда вот отвал башки происходит это когда ты смотришь вот сюда проще да жутко вообще жутко но вот сюда хочу все пройти это покупаться здесь либо отсюда прям прыгнуть пойдем на ту сторону там от водопада вместо прям потрясающе здесь можно прийти покушать завтрак мы здесь стать тоже ели здесь кстати вход они сделали платный то есть что покупаться в этих бассейнах с человека надо 23 лиры заплатить ну либо сесть в ресторан и покушать и тогда ходить и купаться в принципе плюс-минус правильно чё сезон вот они здесь постарались но у нее не было интересен в этих обоих аналит аналит обязательно аналит slaves